Контракт на 122 миллиона рублей на содержание дорог в городе в этом году достался компании «Магистральстрой», в штате которой три сотрудника. На аукцион поступила всего одна заявка как раз от частной фирмы, причем она шла под третьим номером. Но убирает город ДЭП по субподрядному договору. Все работы полностью переданы от «Магистральстрой» муниципальному предприятию. Контракт полностью идентичен, за исключением одного пункта. Стоимость услуги подряда 1,36%. Этот вопрос уже третий раз поднимают на заседаниях Комитета городской думы. Однако ответов депутаты не получают. Те, кто мог бы рассказать, почему ДЭП не участвовал в аукционе, на встречи с народными избранниками не приходят. На время заседания у директора Василия Ласточкина и его предшественника Владимира Попкова, который сейчас работает главным инженером на предприятии, возникают неотложные дела. Сегодня был звонок, собирались прийти, но был звонок буквально 30 минут назад, с тем, что там что-то случилось у них где-то за пределами города. Ласточки с Попковом участвуют в мероприятиях по ликвидации чего-то. Не все депутаты считают, что этому вопросу нужно уделять такое большое внимание. На мой взгляд, абсолютно все равно, с кем заключен договор. Важно, чтобы город убирался. Работы все по уборке города и содержанию дорог будет принимать наша ДГХ. Правильно? Соответственно, если что-то будет не сделано, акты не подпишут. Правильно? Соответственно, никакого ущерба здесь для города. Нет и быть не может. Рисков никаких здесь нет. Дмитрий Егоров забывает, что муниципальное предприятие, только для этого и созданное, не участвовало в аукционе, который фактически позволяет ему существовать. Из-за того, что контракт ушел к магистрали строя, ДЭП недополучил 1 миллион 600 тысяч рублей. Дмитрий Анатольевич, вы рассуждаете абсолютно правильно, полностью, но как бухгалтер. Без разницы. Как депутат. Что нет, как бухгалтер. Как сейчас было рассуждение именно бухгалтера. Кто дешевле, четко, без разницы, лишь бы убирался. Надо считать, не смотреть составляющую какую. Социальную. Это рабочие места, это городское предприятие, это доходы бюджета и так далее. К примеру, в ведении муниципального предприятия находится приемник для безнадзорных животных. В сети набирает обороты петиции от активистов губернатору Глеба Никитину с просьбой поддержать учреждение и не передавать его в частные руки. Сейчас приемник выживает исключительно за счет средств, выделяемых бюджетом области на программу ОСВВ. Это менее 100 тысяч рублей в месяц, которые уходят на зарплату трех сотрудников и коммунальные услуги. Животных содержат за счет средств неравнодушных горожан. По словам активистов, речь уже заходит о передаче приемника в частные руки, переносе его в другое место, сокращении и без того малого штата и даже закрытии. За три дня петиция набрала более двух тысяч голосов. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok